Эти составы себя зарекомендовали очень хорошо в промышленных приложениях, в аэрокосмических приложениях. Новое, более совершенное покрытие для имплантов исследует аспирант и преподаватель Дальневосточного медуниверситета Петр Ильченко. Технология изначально разрабатывалась для аэрокосмических задач, но может быть использована, например, для эндопротезов. Это могут быть пластины для остеосинтеза, различные спицы, шурупы, несущие части в эндопротезах, допустим, бедренной кости. Петр работает совместно с коллегами из Института материаловедения ДВО РАН. Количество публикаций, количество свидетельств о том, что титановые сплавы, которые сейчас используются, не столь хороши, как предполагалось, их накапливается в всё большем количестве. Если есть способ сократить такие риски, мы должны к этому прибегнуть безусловно. Исследованиями о влиянии генетики на развитие ДЦП у детей поделился с экспертным советом Дмитрий И. Так как я являюсь детским неврологом, это большая актуальность, потому что детей становится всё больше, хотя качество медицинской помощи у нас улучшается. Нам удалось изучить, что 74% являются генетической патологией, не зависящей ни от каких факторов ни гипоксии, ни шимии, ни травм. И сегодня мы знаем, что 35% семей Хабаровского края имеют возможность профилактировать рождение больных детей. На секции в ДВГМУ с докладами выступили 22 участника. Защищали проекты в области медицины и биологии. Вот такая группа лиц, молодых ребят, которые хотят, и это здорово, и таких ребят немало, становится всё больше заниматься наукой. А край и экономика края нуждаются в новых знаниях, в новых открытиях для того, чтобы внедрить практику, сохранить здоровье человека. Всего в этом году свои исследования на краевом конкурсе презентуют 125 молодых учёных в разных отраслях науки. Это диктоника, геофизика, это науки о жизни и земли, это общественные и экономические науки, гуманитарные науки. Это абсолютно все пласты научных исследований, которые на территории Хабаровского края присутствуют. И здесь нам, с точки зрения органов власти, очень интересно, как развиваются у нас научные школы. Авторы лучших работ в каждом направлении в этом году получат денежные премии, которые по поручению губернатора были увеличены сразу в пять раз. За первое место полагается 100 тысяч рублей, за второе 75, за третье 50. Анастасия Незнанова, Степан Крокус, Смотри Хабаровск.